Всем привет! Что может быть со свеклой вкуснее, чем сама свекла? Я сделаю салат, но прежде всего я ее должен подготовить. Значит, что мне понадобится? Это фольга. Обязательно. Свекла без фольги, как фольга без свеклы. Что я делаю? Каждую свеколочку нужно взять в зубочистку и наколоть. Вот смотрите, просто берем и накалываем ее сверху. Я ее просто помыл предварительно, накалываю сверху и кладу в фольгу. Лучше всего это делать индивидуально. Ну, то есть, каждая свекла должна лежать в индивидуальном пакетике. Натыкиваем ее зубочисткой. Да, если вдруг у кого-то возникло желание написать в комментарии, мол, типа, какая заморочка, можно ее вообще даже не варить, просто и не чистить, просто нарезайте и ешьте. И все, я всегда так говорю. Если вы хотите получить свеклу самого лучшего, самого вкусного качества, значит, следите, что я делаю дальше. Обязательно нужно ее сбрызнуть маслом. Кто хочет оливковым, можно оливковым. Для кого оливковая вдруг стала дорогим или еще что-нибудь, или нет таких продуктов, значит, сбрызните обычным подсолнечным. Дальше обязательно нужна соль. Вот, смотрите, соли не жалейте, потому что, во-первых, она должна быть подсолена, во-вторых, шкурка препятствует попаданию соли, скажем так, внутрь, да, даже несмотря на то, что там есть дырочки. И, конечно же, нужно добавить туда уксус. А где же у меня был бальзамический? Короче, если нет бальзамического, добавляйте яблочный. Если нет яблочного, добавьте бальзамический. То есть нужно туда добавить уксус, для того, чтобы сахарная свекла, ну, она же содержит в себе большое количество сахара. Так вот, когда она запекается вместе с уксусом, наступает баланс кислоты и сладости. Буквально чайную ложку сюда добавляем. Не нужно заливать, не нужно варить свеклу. Чайная ложка уксуса этого будет достаточно. Теперь нужно это все вот таким образом закрыть и поставить на противень. Вот смотрите. Что делает фольга? Фольга сохраняет тепло и не дает влаге выйти. Поэтому, мало того, что фольга помогает готовиться свекле, она еще не упускает влагу. Поэтому, значит, если вы видели, как запекают на соли свеклу, она сжимается, потому что соль забирает влагу, и внешняя температура, да, забирает влагу. То есть, она, грубо говоря, сохнет при высокой температуре. Фольга этого не дает. Тем более, что, смотрите, видите, как я сделал. Я кладу свеклу с зеркальной стороны фольга. Не сматывай, а с зеркальной. Для того, чтобы лучи там. Это, конечно, бабка надвое сказала, насколько это все помогает. Но рекомендуется использовать зеркальную сторону. Можно добавить туда веточку розмарина. Можно добавить веточку тимьяна. Но потом шкурка все равно очистится. И тимьян, розмарин особо там не даст таких ярких эмоций. А соль и масло, и уксус как раз дадут то, что нам нужно. И отправляю ее в духовку. Значит, у меня, как вы помните, духовка такая странная. Я ее тут разгоняю до максимума. Ну, смотрите, 210-220 градусов, минут 40, и она будет готова. Значит, как только прошло там 40-45 минут, я достал свеклу из духовки. Вот смотрите, вот она. Она дала немного сока. Я дал ей остыть, потому что горячую резать неудобно. Ее руками не возьмешь и так далее. То есть она должна остыть. Причем вот так вот в фольге вы можете спокойно запечь 10-15 штук и в холодильник сложить куда-нибудь в пластиковый боксик. Так вот иногда прямо в фольге и хранят свеклу в ресторанах. Она там вкусы свои вот через те дырочки, которые я сделал. Туда вошла кислота, туда вошла соль. То есть она стала намного вкуснее, чем была бы просто без всего. Да, и видите, я ее чищу уже после запекания. Самое главное, шкурка овощ предохраняет от дополнительных каких-то, знаете, что происходит. Вытекает сок при нагревании, когда ты разрезаешь шкурку, отрезаешь шкурку. А в шкурке остаются все питательные вещества внутри овоща. Почему, например, вкус у картофеля, сваренного в мундире, совсем иной. Так и у свеклы. Нам не нужно его высвобождать. Мы должны, наоборот, его консервировать внутри овоща. Вот как раз шкурка и дает нам вот этот вот процесс консервации вкуса в самом корнеплоде. И что очень важно, когда вы чистите после запекания, вы счищаете самую-самую тонкую пленку. Просто, когда свекла сырая, вот такую тонкую пленку счистить не получится. Все равно будете захватывать мякоть. То есть это еще и с экономической точки зрения выгодно. Как только свекла оказалась чистая на досточке, значит, я сразу же ее выкладываю на тарелку. Ну, на красивую какую-то тарелку нам надо выкладывать. Какую же нам на тарелку взять? Такую супер-супер красивую. Супер-супер-супер красивую. Тарелочка вот такая. Смотрите, яркие зеленые края. Подожди-ка. Что-то яркие зеленые края у нас такие. Кто не протирал ее, что ли? Кто натирать будет? Где официанты, которые будут натирать тарелки? Всех уволил, наверное. В общем, вот такая яркая летняя зелененькая тарелочка. Две свеколки. Здесь у меня есть еще малина. Здесь у меня есть еще мята. Все это буду сейчас складывать. Свеклу нужно нарезать какими-то произвольными кусками. Смотрите, можно это сделать вот так. Пластинами. Ядрит, смотрите. Что за руки-крюки? В зависимости от ваших пожеланий, от количества гостей. А может быть, вы просто фанат свеклы. Я знаю реально таких людей, которые за свеклу готовы родину продать. Значит, нарезаете такое количество, какое вам надо, какое вам хочется, какое требует ваша душа. Все, у меня не было цели выложить это все как-то полувеером или еще что-то изобразить на прекрасной зелененькой тарелочке. У меня была цель просто накидать сюда свеклу так, чтобы было удобно есть. Теперь вот что нужно добавить сюда. Здесь у меня какой-то очень вкусный, ароматный сыр. Это может быть Дорблю, это может быть Грагонзола. Это запрещенка, конечно, я перечисляю. Но, в общем, любой такой, знаете, может быть козий сыр. Тут ведь важно что? Конечно же, очень вкусная, сладкая, запеченная свекла требует к себе какого-то такого яркого аромата. Есть пармезан? Отковыряли, добавили. Любите такой? Добавляйте. Любите бри? Пожалуйста. Камамбер, вам нужно сюда добавить яркий по вкусу, соленый, ароматный сыр. Аромат, соответственно, в меру вашего восприятия этого мира может быть более сильный или более мягкий. Вот, это у меня бри. Я вот увидел, что он жиденький, достаточно сильно воняет какими-то носками или бараньями подмышками, или козьими. Я не знаю, чем он воняет, но это прям серьезный, вонючий такой аромат. Конечно, к вину и ко всему прочему это великолепно подойдет. Значит, я беру сыр и вот так вот прям отламываю его и выкладываю на свеклу. Да, понимаете о чем я? То есть, у кого есть какие возможности по Иблат в специальных магазинчиках, вот, пожалуйста, пользуйтесь. Вариации может быть масса. Я не буду говорить там, где я брал этот сыр. Ну, в Москве понятно, что здесь можно много чего найти, вы знаете. Но даже здесь многие пишут, типа, где вы это нашли, я вот в Москве живу, никогда этого не видел. Значит, плохо искали. В общем, берите любой сыр, какой есть. В общем, я вот к чему клоню. Используйте его при приготовлении прекрасного салата из свеклы. Смотрите, я сюда выкладываю прям все, что у меня есть, чтобы потом не было бесконечно больно. За зря прожитые дни. Потому что как так? Есть ароматный вкусный сыр, а я его почему-то весь не положил в салат со свеклой. Великолепно. Вот, несмотря на всю вонючесть, люди, которые не едят его, сейчас скажут, фу-фу. А люди, которые любят ароматный сыр, скажут, ооо, аж слюни потекли. Несмотря на всю простоту этого салата, нет, это еще не все. Я могу сказать, что просто с абы каким, значит, грецким орехом я его делать не хочу. Поэтому я взял несколько миндалей. Я хочу добавить, я его обжарил, видите, вот края такие бурые у меня получились. Я его обжарил, подсушил, чтобы аромат миндаля был ярче. Потом нужно взять вот так вот его и нашинковать пластинками. Вот, видите, когда я его шинкую, у меня по кухне разносится яркий ореховый аромат. Это говорит мне о том, что миндаль на медленном огне пролежал буквально, наверное, на сковородке. Около пяти минут, ну, пока мы начали снимать ролик, я его положил туда заранее, чтобы он там спокойненько сушился и издавал прекрасный ореховый аромат. Так вот, берем и посыпаем и сыр, и свеколку, вот такими лепестками миндаля. Значит, хотите чуть больше, чуть меньше, здесь дело творческое, житейское. Я всегда говорю, вы пишите там, ну, об рецептик, ну, сколько рецептик, вот, сколько здесь этого миндаля? Ну, вот две штучки я порезал, да, или три. Ну, две или три штучки, это даже меньше трех граммов. Добавьте по вкусу, кому-то нравится побольше, потом вы говорите, мы сделали, вкус не понравился. Да, блин, добавляйте, вам нужно вот, прям, вы должны сами под себя это все подбирать. Дальше, мята. Мята необычная. Какая была на огороде, такую нарвал. Она может быть садовая, там, огородная какая-то, перечная, потом она может быть какая-то вьетнамская. В общем, самая вкусная и ароматная мята, даже можно, кстати, мелису. Мелису, она растет, по-моему, везде, где ее только не было, она везде в садах растет, как сорняк. Ну, в общем, какая мята есть, ту мяту использую. Значит, несколько листочков обязательно. Потом, знаете, что важно и что очень рекомендуется в салат из свеклы? Это бальзамический уксус. У меня, конечно, тут, а это с трюфелем, в общем, откуда-то привезли мне, наверное, из Италии, запрещенку какую-то. В общем, немножко, смотрите, тут буквально вот, ну, чуть больше половины чайной ложки. Полейте вот не на сыр, а вот, знаете, между вот этими штуками. Пусть это все там провалится вниз. Должна быть кислота. Да, в сыре кислоты нет, в миндале нет кислоты, в мяти нет, в малине есть немножко, но этого недостаточно. Здесь нужен какой-то вкус такой, родня, который очень похож на вкус свеклы. Это бальзамик. Обязательно оливковое масло экстра-верджин. Много не надо лить, но все-таки как у нас салат из свеклы без масла экстра-верджин. Значит, кто-то любит добавлять туда рукколу? Вполне себе, да. Хотите, добавляйте. Я в этот раз без рукколы. Значит, как я и сказал, малина, она у нас идет вот сюда, знаете, такими вкраплениями, очень вкусными, яркими вкраплениями. Я уверен, сейчас мама мне звонила из Красноярска, давеча, вот буквально, наверное, дня два назад, и говорит, урожай малины шикарный. Значит, я прилетел позавчера из Иркутска, там везде продается малина, поэтому не говорите, что я беру какие-то секретные ингредиенты, все ингредиенты самые простейшие из огорода. Малина, но сыр, понятно, не из огорода, но у кого есть, знаете, козы, там коровы, еще что-то, люди выращивают живность и спокойненько делают себе домашний сырок. Вот, поставьте его как-нибудь на подольше. И самое главное, попкорн из гречки, вообще известная всероссийская тема, в описании будет ссылка на ролик, как ее делать. Вот, она нам нужна для дополнительного хруста, знаете, это прям такая игра. Я думаю, что дети наверняка оценят по достоинству такую штуку, но и взрослые тоже. Это чисто ресторанная идея, чисто ресторанная подача. Итак, что мы делаем? Я подсыпаю попкорн из гречки местами, местами, для хруста, понимаете меня. Значит, это блюдо получается в чистом виде, как бы я его сделал у себя в ресторане. Поэтому, если вы вдруг захотите дома получить какое-то такое очень оригинальное и вкусное блюдо, то, пожалуйста, возьмите эту идею и, конечно, как мы и без дополнительного вкуса лучка. Нужно просто взять колечками, нарезать вот так, оп, и посыпать, чтобы у нас дополнительный был лучок на ароматном сыре и свеколке, свеколке. Вот смотрите, это чистой воды ресторанное блюдо. Самое, что ни на есть. Простейшие сочетания. Какие-то такие лайфхаки, поварские, как мы это делаем, как мы украшаем блюдо, что мы добавляем для яркого вкусового не только аромата, но и текстуры. Хрустяшки, знаете, кремовый сыр, плотная ароматная свекла. В общем, я вам все рассказал. Берите, пользуйтесь. Это реально один из самых крутейших рецептов ресторанного салата из свеклы. До новых встреч, друзья. Ставьте пальцы, пишите комменты. Я с вами, я здесь. Всегда рад ваша Василия Емельяненко.